С сегодняшнего дня в Славоческой больнице проходит очередной этап вакцинации. Уже более 400 жителей нашего города вакцинировались. Для того, чтобы пройти эту процедуру, особенно тем, кому за 65, рекомендуем позвонить своему семейному врачу или по телефону 099-344-7460. Вакцинация будет проходить по средам, четвергам и пятницам. А еще мы поговорили о вакцинах и вакцинации с врачом-педиатром Анастасией Белинок и заведующей центром первичной медико-санитарной помощи Евгении Сильвановой. В Украине на сегодняшний день зарегистрировано три вакцины от ковида. Первая вакцина – это AstraZeneca производство Англия, которая у нас уже в двух вариантах. Первая, которая произведена на платформе Индии, и вторая, которая у нас сейчас уже есть, это платформа Южной Кореи. Плюс у нас есть зарегистрирована вакцина Pfizer, это которая американская, и вакцина CoronaVac китайская. Все эти вакцины зарегистрированы в Украине и есть уже в Украине. Они распределены по категориям населения, согласно дорожной карте, наказам МОЗа, которая утверждена. И, значит, допустим, к вакцины AstraZeneca прививаются первый, второй этап. Это прежде всего медицинские работники, которые работают с ковидом, которые работают без ковида. Это все аптечные пункты, это все центры громадского здоровья, это пациенты и жители старше 80 лет, социальные работники и, значит, люди, которые находятся в домах престарелых. Это первые два этапа. И вот AstraZeneca мы сейчас начинаем прививать. Третий этап – это люди старше 65. Значит, CoronaVac – это вакцина, которая прививаться, она у нас однодозная. Если AstraZeneca – 10-дозная вакцина, то есть в доме в лаконе 10 доз, то CoronaVac – однодозная, и прививаться будут люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, или маломобильное население. Это будут прививать на дому, будут прививать мобильные бригады. Кроме того, что будет прививаться сам пациент, который не может передвигаться, будут прививаться жители, живущие с ним родственники. Параллельно, чтобы тоже не были как источником заражения и не заразили этого пациента. Это удобно тем, что не надо будет ехать сразу по 10 маломобильным населению, то сразу одного привьют. И есть у нас Pfizer. Pfizer, которую я сказала, третья вакцина, которая зарегистрирована в Украине, это она однозначно на сегодняшний день, пока она предназначена, тоже 10-дозный флакон, только для людей, которые в домах престарелых, и которые сотрудники домов престарелых, то есть тоже мобильными бригадами. Мы прививаем наш пункт Щеплыня, прививает AstraZeneca. У нас было 30 доз AstraZeneca, которая произведена на платформе Индии. И сейчас мы вот вчера буквально получили после 4 вечера 300 зоз до платформы Корея. Значит, мы можем прививать только пациентов старше 65 лет. И первый, второй этап. То есть медицинские работники и те, которые там, социальные работники, и те, которые находятся в социальных учреждениях люди. Старше 80 лет. Это первый, второй этап. Поэтому, значит, у меня большая просьба. Мы дали информацию в Facebook. Мы дали информацию всем семейным врачам, всем врачам-фопам. Значит, пожалуйста, если кто-то не знает, кто-то не в курсе, кто-то... Какие-то есть вопросы. Первое – это обратиться к своему семейному доктору, записаться на вакцинацию. И мы дали мобильный телефон 099-344-74-60. Значит, я хочу сказать, что у нас есть пакет, подписанный с Национальной службы здоровья по вакцинации. И поэтому мы вакцинируем независимо, с кем декларация и есть ли декларация. Поэтому большая просьба пациентов максимально созваниваться со своим семейным врачом или звонить по этому телефону. Если какие-то вопросы, мы ответим. Когда мы говорим о лечении какого-либо заболевания или о профилактике, мы оцениваем риски. Риск от болезни, ну, на минуточку, да, если мы смотрим официальную статистику государства нашего, то в день умирает от 300 до 500 человек от ковида. В том числе... Ну, то есть это вообще, да, ежедневно. То есть каждый день. От вакцины смертельных случаев в Украине зарегистрировано не было. В мире, если и были, то на данный момент нет доказательств того, что привела к смерти вакцинация. Я знаю, что есть информация по поводу того, что вакцина может вызывать тромбозы глубоких вен. Дело в том, что пока нет доказанной связи между вакциной и тромбозами сами по себе. Но исследования, которые проводятся, то есть на данный момент этот вопрос стоит очень острый, проводятся исследования. Исследования проводились, сравнивая вакцины Pfizer, AstraZeneca и ситуации в схожих тромбозах на фоне ковида, на фоне гриппа и на фоне применения гепарина. Исследования выявили, что тромбозы могут случиться у людей в непосредственной близости после вакцинации. То есть непонятно пока связь с вакциной, пока не очень понятно. Для AstraZeneca это было 5 случаев на миллион в исследовании. Итак, для Pfizer около 15, для ковида это было больше 50 случаев. То есть ковид реально больше дает таких тромбозов и сам по себе. Новое исследование, которое было, говорят о том, что связь идет с самим спайк-антигеном. То есть спайк-антиген, на основании которого сделаны все вакцины. И который, собственно, понятное дело, входит в сам ковид, может вызывать похожие тромбозы. Поэтому нужно понимать, что нагрузка спайк-антигена в вакцине и нагрузка спайк-антигена в вирусе ковида, и количество вируса ковида, то есть миллиарды-миллиарды вирусных частиц, которые попадают, нагрузка разная. Поэтому и риски гораздо выше при отсутствии вакцинации при заболевании ковидом. По поводу эффективности вакцины. Есть разные понятия для оценки эффективности вакцины. Есть такое понятие, как иммуногенность. Иммуногенность – это способность вакцины вызывать иммунный ответ. Все на данный момент вакцины, которые разрешены к использованию и зарегистрированы в Украине, имеют иммуногенность выше 90%. То есть они все дают иммунный ответ. Следующее понятие, связанное с вакцинацией, это efficacy. Efficiency – это процент возникновения случаев болезни у вакцинированных и невакцинированных в исследованиях. Что говорят по AstraZeneca? Эффективность для предотвращения легких случаев ковида после вакцинации AstraZeneca 70%. То есть у 70% людей не возникнет никакого ковида. У тяжелого ковида не возникает у более чем 95% людей после вакцинации. Таким образом, вакцинируясь, мы предотвращаем тяжелые заболевания. В принципе, так работает любая вакцина. Она не гарантирует, что человек не заболеет никогда, никогда, никогда. Но гарантирует то, что человек выживет в случае заболевания и перенесет заболевание гораздо легче, чем если бы у него не было вакцинации. Так? До этого. То есть когда мы имеем какую-то категорию, когорту людей, мы привили 100% людей и смотрим, как в 100% этих людей или 95% какое количество людей заболело. То есть в популяции эффективность, как правило, выше. То есть если мы сравним календарную вакцину Столбняк, то это очень редкое заболевание, которое на всю Украину около 10 случаев за прошлый год. То есть в эффективность, в популяции почти 100%. Так вот, пока данных по эффективности, то есть данных по эффективности вакцины у всех вакцинированных, у нас мало, потому что у нас мало людей привито. Мы эти данные будем иметь, когда мы будем иметь более 50% людей привитых. В любом случае, когда принимаем какое-то решение, мы выбираем наилучший способ из предоставляемых. Дело в том, что риски при ковиде иметь либо умереть, либо иметь осложнение, либо вообще в принципе тяжело его перенести выше, намного выше. Очень много людей болеют и болеют тяжело, вплоть до исходов смертельных. При этом у вакцины таких риск, если, ну то есть на данный момент за все случаи, какие были в Украине прививок, у нас нет ни одного зарегистрированного случая смерти, связанной с вакцинацией. То есть на данный момент мы сделали больше 500 тысяч доз и ни одного случая смерти. Когда спрашивают у меня, какую лучше вакцину делать, я говорю, понимаете, представьте, что вы в глухой деревне, у вас есть только парацетамол индийского производства, а температура 40. Вы его будете пить при температуре? Да, вы будете пить любое лекарственное средство, которое для вас доступно. Учитывая дефицит во всем мире, наше государство делает все возможное, чтобы получить дозы вакцины. И чем больше, тем лучше. Они стремятся привить, потому что никому неэффективно, ну то есть болеть ковидом неэффективно, слишком много людей умирает, слишком много людей становится инвалидами. Да и в принципе очень большая нагрузка на государство в плане бюджет финансового, да, то есть все чувствуют как-то, ну то есть да, мы врачи ощущаем, когда люди сидят на карантине. Мы немножко, значительно, значительно немножко работаем меньше. И совсем, совсем, совсем много работаем, долго и интенсивно, когда люди выходят на работу. Так вот, чтобы люди могли работать, и врачи при этом не страдали, и люди при этом не страдали, я считаю, что вакцина гораздо более эффективна, чем даже лечение. Потому что, будем честны, да, вернее, фраксипарин и эноксипарин, это низкомолекулярные гепарины, которые используются для предотвращения тромбозов при ковиде, сами по себе могут вызывать нестандартные тромбозы глубоких вен. И они вызывают их чаще, потому что осложнение тромбоза глубоких вен при использовании фраксипарина и эноксипарина и других гепаринов выше, даже чем при вакцинации. Потому что там они входят в побочные эффекты 1 на 10-100 тысяч, сделавших эти гепарины. Поэтому вакцина на данный момент наиболее безопасный, ну, наиболее безопасное решение для того, чтобы не болеть ковидом. Для того, чтобы прийти на... Вакцина бесплатная для всех. Сегодня мне задали вопрос, а вакцина бесплатная? Вакцина бесплатная для всех. Мы прививаем всех, кто захочет вакцинироваться 65+. Тех, кто младше 65 или не входит в первый этап, и они войдут в следующий этап. Потому что я думаю, что это не единственная поставка, которая у нас будет. И поставки будут организовываться еще. Поэтому все желающие могут записаться у нас по телефону, могут записаться через ДИЮ. Есть сайт vaccination.covid19.go.ua. Если нужно, могу ссылку сдать, где тоже можно записаться. И мы можем увидеть ваш номер телефона и перезвонить вам, записать вас на какое-то время. Подходящее вам. Противопоказаний для вакцинации крайне мало. Мы проводим опрос перед вакцинацией для того, чтобы выяснить моменты, за которыми мы будем наблюдать больше. Но на самом деле противопоказания, по хорошему счету, это острый процесс с температурой выше 38,5. И анафилактический шок на первую дозу. А так как мало людей, вернее, получили первую дозу, и за все время, сколько мы делали, не было еще анафилактических шоков, то, в принципе, противопоказания это очень условное. То есть, да, мы не будем делать, если такое вдруг случилось. Но на самом деле анафилактический шок предсказать никто не может. Люди, у которых есть заболевания крови, связанные с тромбозами, с тромбоцитопениями, обязаны сообщить об этом перед вакцинацией, чтобы мы за ними наблюдали чуть тщательнее. У нас проводится тщательный контроль по несприятловым подиемпе, если иммунизации. То есть, мы перезваниваем, активно выявляем и активно регистрируем НППИ. Из, ну, то есть, пока до данного момента было у нас, два раза приезжала мобильная бригада, и 30 доз мы делали. Из 250 привитых человек не было ни одного серьезного случая НППИ. Были повышения температуры, местные реакции. Это достаточно часто встречаемые ситуации, когда у человека после вакцинации повышается температура, нарушается немножко самочувствие, слабость, вялость, озноб, боль в месте инъекции. Но все это очевидно, потому что происходит вяло текущий инфекционный процесс. То есть, все эти неприятности длятся от силы два дня. Ну, то есть, первый день после вакцинации может наступить, и на второй день, как правило, человек себя чувствует уже вполне хорошо. Эти состояния очень хорошо курируются приемом нестероидных противовоспалительных. Это ибупрофен, парацетамол. Это, ну, как бы для взрослых людей, которые уже раньше пили, можно немисулит. Это чаи противопростудные. Они отлично курируются, и люди себя чувствуют на них гораздо лучше. То есть, их и достаточно легко пережить все эти, ну, небольшие неудобности. То есть, мы выбираем, либо мы болеем неделю с ковидом и температурой 39, и вероятностью загреметь в стационаре, где там, либо выбираем один-два дня, ну, желание уйти с работы домой, да, грубо говоря, да, полежать в кроватке. То есть, вот, ну, как бы, на мой взгляд, это несравнимые вещи. Вакцинация несравнимо легче переносится, чем ковид. Эффективность у нее достаточно высокая. Поэтому я бы хотела, чтобы люди задумывались и выбирали прививаться, потому что это хоть какая, пусть даже не стопроцентная, но вероятность вообще в принципе не заболеть. Это довольно много. 70% вообще не заболеть. Это отличный, ну, как бы, отличный процент, отличный показатель. По вакцине. Вакцина не может вызвать ковид, потому что она не содержит, собственно, вируса ковида. Векторная вакцина Астрозенека содержит вирус шимпанзе, да, аденовирус шимпанзе, который не может размножаться в человеке. И все, что он делает, как доставщик пиццы, приносит пиццу человеку, да, то есть доставляет ДНК антигена, чтобы человек мог вырабатывать на него иммунитет. Так, то есть, ну, не на ДНК, а ДНК реплицируется, да, и производится антиген, на который, собственно, вырабатывается иммунный ответ. Пфайзер точно так же работает. Это тоже инактивированная вакцина, но она немножко по-другому сделана. Там используется липидная оболочка, внутри которой находится ДНК, которая используется клеткой, опять же, для того, чтобы делать антиген, чтобы на него вырабатывались антитела. Коронавак – это инактивированная вакцина. Ее проще всего понять, потому что инактивированные вакцины мы используем, ну, например, инактивированная полиомиелитная вакцина. То есть, мы их используем достаточно много и часто. Это просто убитый, ну, как бы, вот вирус взяли, убили и засунули в приливку. Там, ну, как бы, будет полноценный иммунный ответ за счет того, что клетка поглощает вирус и вырабатывает на него иммунитет. Еще раз напоминаем, что наша больница планирует провести очередной этап вакцинирования до конца апреля по графику, который вы видите на ваших экранах. Дополнительная информация по телефону 099-344-74-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова